Доброе утро, дорогие зрители! Мы с Мишеком собираемся в садик. Мишек натягивает носки, сейчас пойдем и Катю на экзамен повезем. У Кати еще экзамен сегодня. И обсуждаем, кто где спать будет. Да, Миша? Ну-ка, расскажи, кто где спать будет тебе? Я. Нет. Папа деть, мама деть, а я там. А я там. А Лизу ты куда дел? А Лиза там. А у Лизы что, комната своя? Да. Понятно. Ты большой уже, будешь сам спать? Да. Молодец. Мама его потихонечку подготовила, потому что надо спать самому. Он говорит, я говорю, большие спят отдельно. Он говорит, почему? Я говорю, ну представляешь, говорю, ручки раскинул, ноги раскинул, и никто не мешает. Он говорит, мы с Сашей будем на этой кровати месяться, я не знаю. Она для нас маловато, конечно. Нам надо это, с папой большущую кровать такую поставить, да? Да, папа тоже любит звезду изображать немножко. Будет мама выпинывать с кровати. Мама? А папа в кровати? Да. Папа будет выпинывать меня с кровати. Пойдем. Катя там ждет, уже стоит. Посли, сына. Миша собрал с собой конструктор. Собрался в садик это. Конструктор вместе. Пошли. Катерина танцует, нас ждет. Доброе утро, Катя. Как настроение? Ночью. Почему? Не охота идти? Экзамен. Ну уж информатику ты точно напишешь. Только, пожалуйста, пиши до конца. Как показала практика, даже биология на 4. Максимально постараюсь. Я не так все во второй части делаю и все. Во второй все делать не надо. Чтобы была четверка, надо сделать первую часть. И одно, два задания. Во второй будет точно четверка. Так, все обуваемся. Выходим. Так ты сломаешь. Миш, ну ты их выломаешь. Тебе уже и папа говорил, что надо. Вот и мама без застежек, поэтому ей надо так. Да, у мамы они свободные, поэтому маме надо так. Да, яйца взяла для бабушки. Заедут бабушки сейчас на кофе. Это же у бабушки? Нет. А когда? Сейчас мы едем сразу. Так, как буду и буду. После. Мишка с пакетом конструктора. Ну, вчера этот конструктор носил. Детям понравилось. Давай. Конструктор берем? Да. Сам? Сам. Катя сидит, ждет. Сейчас я Мишу уведу и повезу Катю на экзамен. Сегодня хоть забрать ее могу. Отвезу на экзамен и поеду на кофе. А потом домой. Моя. Как это? Как сказать это? Ученица. Вот. Ой, Катя, у тебя блузочка сзади. Дай поправлю. Всем доброго утра. У нас сегодня четверг. У Саши выходной. И мы запланировали поехать на море. Сейчас я вам кое-что покажу. Ну, во-первых, мальчика, который не спит с шести утра почти. А во-вторых, дождик. Дождик? С громом и молнией. А-а. Вещи, как обычно, неожиданно вымокли. Доза. Гроза, да, Месь. Омега-блогер Света забывает протереть камеру. Вот так-то лучше. Вот кто здесь пятернир вставляет? Майнкрафт есть за гроза. Да? Да. В Майнкрафте есть гроза? Да, точно. Морни. Морни? Да. Это же опасно. В общем, там погода прямо вот шепчет. И море. И море. И море. И море. И море. Сейчас уже про Светы скажут, какое море. Морни. Куда вы собирались? Ну, вообще, по идее, должно быть... Ольга-блогер Света, Тошки. Да. Тошки. Тошки. Я сделала завтрак. Я, правда, не знаю, как все отреагируют спящие. Но Лиза должна это. И, короче, я попробовала повторить, как Лиза делает яйца. Но, честно говоря, я не знаю, получилось или нет. Надеюсь, что получилось. Знаете, что я пока сделаю? У меня еще 15-20 минут есть до момента, пока надо будет будить Сашу. Мы договорились до 8, что он будет спать сегодня. Вот. Почистим-ка мы картошку. Мишка, давай картошку чистить. Солнце у меня появляется совершенно. Как ваше настроение? Пусть Тошка. Ты нашла? Ты искала? Да. Там куча пакетов разных, которые никак не относятся к этому. Или даже пакет с мусором. Берешь такой тяжелый, плотный. Кто? Пакет с кругом. Нет, Саша. Ой, Господи, пошла я и пкать круг. Плед собери вот этот вот клетчатый. А папа все равно не укрывается. Да в смысле не укрывается? Я задумал ночью. Он не дали какую-то запасу. В смысле? Заглой, шиплет. Поча блед был. На улице дождь, товарищ. Блин, шипледы тут промокли. Сейчас надо забрать домой, просушить. Я иду искать круг. Блин, трава вся мокрая. Еще как назло выросла. Да. Надо найти. Круги найдены. Так, а ты что их? Ты их в пакет складывай. Саша на ласты достала. Саша там, по-моему, погоду гуглит. Лиза, надо будет завтра, ой, не завтра, а послезавтра продолжать эти вещи переносить. Поняла? Ну, че? Не, власть и папина не поместят. Власть и папина всяко не поместятся. Че ты там пытаешься найти? А? У нас дождь. А? Здесь черноморская рядом тоже дождь. И че? Ты хочешь не ехать? У них нет дождя. Да, поехали. Как-то хурно. Поехали. А у Лизы тут выставка картину же. А зачем ей рот заклеили? О, боже. Чтоб много не езжу. Саша, аккуратней. А мы вообще-то демом. Коты. Но так как она не нападала, она весь из убийцы. Лизу это не смущает. Она все время ходит волосатая. Не убирает одежду. Ты рад? Сейчас я нашла твой хвост. И круги я тоже нашла. Странно, да? Очень. Дождь на улице кончился, конечно. Но холодно, да? 23 градуса все. Сейчас попробуем, девчонка, купальники быстренько найти. Если не получится, будут шорты купаться. Сейчас, начну? Да, наверх. Бегом. Что? Видимо, это пуговица за что-то зацепилась. Покажи, какой ты выбрала. Вот такой вот купальничек. Слушай, у Кати тоже лав, только розовый. У тебя фиолетовый лав, у нее розовый лав, да? Фонированный. У нее прикольные такие эти. Что? Лямки. Черные. Да? Угу. Опять покажешь? Ну, сейчас она оденется. Ей тот большеват оказался. Выбор купальничков в магазине. Ну, цены, конечно, подросли. Очень. В прошлом году 400 500 стоили. И плюс, почему мы тоже подросли. В этом году. Нет, в прошлом году все 400 500 стоили, а в этом уже по тысячу. Так, сейчас 2000 просто улетит сразу. Лиска вся такая фиолетовая. Лиска умудрилась оторвать от своих джинсов пуговицу, когда переодевалась. Горе мое луковое. Саша был прав. Я думала, что цены прежние. Он говорит, нет, скорее всего, изменились. Все, мы приехали. Давай мне руку, Миш. Давай, папа тащится, а я тебя за руку буду нести. Вести. Нести. Нести за руку, да. Я филоню. Они все тащат, а я филоню. Я тоже филоню. Катя тоже филоню. Пусть Катя двое филончиков. Катя приехали. В Голубицкую. Дождя нет. Уже хорошо, да, Саша? Она очень лёгкая. Между прочим, тёплый ветерок. Как вы купали? Я вообще-то... И куча народу. Вот она меня подвали. Можно было? Ну, я помню, да. Все базы пооткрывались. В этом году совсем здесь по-другому. Раньше все по-закрытому. Кафешки были по-закрытому, столовые. В этом году... Ну, хотела как раньше. Так, без кучи народу. Куча народу всегда есть. Думаешь, ты одна хочешь купаться? Ну, она не будет. Такое глушие. Не смогут меня сдвинуть. Решили переставить машину поближе. Никто не захочет сбивать. Потому что меня никто не сдвинет. Я скала. В общем, мы ждём. Саша пошёл за машиной. Потому что, скорее всего, потом нам будет лень. Идти. Идти. Не, скорее всего, а точно. Да. Поэтому мы решили это. Где там, Саша? Далеко. Уже, может, и мы оттуда. Ну, и там ещё горочка. Хотя здесь тоже горочка. Здесь везде горочка. С Мишкой разулся. Любитель ходить по песку. Мы с вами клонировались. Да. Только мои протёртые, а двои грязные. Короче, машину не переставили. Саша сходил до машины и обнаружил проход к морю, где народу меньше. И теперь мы идём туда. В этот проход. Девчонки пошли до туалета. Надеюсь, они нас найдут. Либо я их потом пойду искать. Люди свиньи. Ну, чё это такое? Увидели, бутылка валяется. Всё, в упорку исправили. Капец. Вообще всё тут срали. Прохладненько, конечно. Прохладненько. Хотя, если вода будет примерно такой же по температуре, то будет комфортно. Говорят, сейчас даже уже в Геленджике тепло. Ну, в смысле, в море. Продавщица в магазине сказала. По поводу шторма, у Мишки круг. Девчонки любят такую штормовую погоду. Главное смотреть за ними. Прилично шлёпает. Ты чё? Купаться не будем? Тут никого нет. Два мужика только. Давай только не рядом с ними, ладно? Ох, нифига себе там, да. Ну, ничего, я думаю, что детям понравится. Пошли на наше деревце, любимое, вон туда. А, Саш? Или ты хочешь вправо? Там хотя. Хотя здесь поглубже. Но народу меньше. Всё. Куда? Хочешь, пошли на дерево. Не знаю. Давай здесь. Там здесь? Прямо тут? Нет. Там ниже к морю. Надо поблизи к морю, чтобы мы могли сидеть и видеть детей, если вышли на берег. Ну, давай. Миша ракушки собирает. Мама. Ау. Ахей. Ну-ка, показывай. Всё набрал. Аккуратно. Вот это окушка. Ух ты, какие ракушки. Вот это окушка. Спасли. Да. Красота какая-нибудь. Вот это? Смотри, а папе ничего. Нравится. Сейчас он джинсы вымычит. Папа. И поедет домой в маклую джинсов. Да, я вижу, сынок. Да. Пойдёшь воду щупать, папа? Да, я вижу, сынок, вот эти. Пойдёшь щупать воду? Да. Давай, закатывай. Я тут уже комментирую, что сейчас ты джинсы вымочишь. Всё, вымок? Давай переоденься. Переоденься, они успеют высохнуть. Мы их повесим здесь на ветерке. Ну что, покупались. Сидим в машине под ножником. Дождь такой холодный. Все подбежали. Не только мы. Как? Как купание? Как вам? Я не успел. А? Я даже не успел. Руку опала снизу. О, вообще отбалило. Капец. Вода, кстати, холодная. Не сказать, собственно, тепло было. О, смотри, экскурсионная уезжает. Да, попались отбудить. Они, наверное, с управкой. Наверное. Нет. Видите, я как могла курица. Короче, решено пока поехать в KFC. Пока здесь льёт. Через часик-то точно должно уже перестать, правильно? Угу. И вернёмся. Ну, мокрым и холодным дождём нас уже вымочило. Так что у неё теперь можно и в воду. Хоть она и прохладненькая. Хотя тётка, которая тут залезла и пыталась вызвать своего мужа и сына маленького, говорила, что в воде не холодно. В воде не холодно. Ну, не знаю, насколько она правду говорила. Да, увидела, но подушку безопасности. Где? Нет. А, подушку? А, подушку безопасности, понятно. А, тётенькая подушка безопасности, понятно. Ну, тогда мне тоже должно быть не холодно. А, подушку безопасности на пункте есть. Теперь мы едем обратно через пробку. Мы сюда приехали через пробку? Сейчас через пробку пытаемся доехать обратно. Так, дождик убрать, Велики. Всё, дождь кончился. И, возможно, мы сейчас всё-таки искупаемся. Потом поедем домой. Короче, посмотрели мы на градусник в машине. Показывает, что за бортом 17 градусов. И поняли, что в 17 градусов мы купаться не готовы. Поэтому едем домой. А, это ещё так близко. Подставший. Почему тут жопу подставил? Едем, короче, домой. Надо ещё кушать приготовить завтра. Мы с Мишкой завтра в Краснодар мотаем. Саша на работу. Нас дома ждёт картошка, которую надо сварить. И бёдра, которые надо купить. Так, уедем домой. В общем, прогулочка удалась, но не в ту сторону, в которую хотелось. О, там ДПСники стоят. Смотри. Чё думаешь? Трусы аж там? А полиция, по-моему, не ДПСники, да? Слушай, смотри. Окей.